Привет, дорогой зритель! Мы в Мостовском районе. Эту сцену мы записываем в самом конце нашей поездки, что дает нам возможность проанонсировать самый интересный момент программы. В этом выпуске узнаем, сколько во мне паразитов, сколько наша съемочная группа съела росков, а также где в Мостовском районе рай для веганов и вегетарианцев. А также наглядно покажу, зачем нужно лежать на коне. Это «Больше чем отдых». Мы начинаем! Основной идеей нашего санатория является комплексное очищение всех систем организма. А из чего состоит этот комплекс очищений? Разные методы на самом деле. Один из наиболее востребованных, популярных – это лечебное голодание. Первое, что приходит на ум – голодать можно и дома. Если вы первый раз к этому мероприятию приступаете, нужно это делать обязательно под руководством врача. Это одно из правил, потому что могут быть определенные сложности в прохождении курса голодания, могут быть противопоказания. Мало категории людей, кому противопоказано голодание, но тем не менее. Голодание – это в буквальном смысле? То есть ноль еды? Воздержание от приема пищи. То есть только вода. И сколько длится этот процесс? Вот 7 дней. То есть самое минимальное – это 7 дней. Но вообще, чтобы получить какой-то эффект, нужно приехать на 21 день. 21 день человек ничего не ест, кроме воды? Это комплексная программа. Она исключительно индивидуальная. Кто-то не ест 10 дней, но нужно еще правильно войти в голод и выйти из голода. У нас есть несколько часов. И, конечно, всю пользу голодания на себе я не смогу ощутить за эти 3 часа. Но так иначе я же смогу себя занять здесь. Я думаю, Виталий, мы вас правильно замотивируем для начала. Мы посмотрим, что у вас вообще внутри. Звучит весьма занимательно. Туда проходите? Да, пожалуйста, прошу. Все, вперед. Каждый микроэлемент, витамин, аминокислота или паразит имеет собственную чистоту. И аппарат считывает, проводится импульс и дается ответ. Если он есть, значит есть. Если нет, значит нет. То есть сейчас я узнаю, есть ли во мне паразиты? Да. У меня стоят плюсики. Вот посмотрите, пожалуйста. Значит, там присутствуют вот эти ваши квартиранты, скажем так. Ну, не очень много, скажем, но есть над чем поработать. Сколько у меня плюсиков? Надо же немножко подробностей интимных. Семь. Семь квартирантов, как говорится. Да, 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 да. Но мы не будем выдавать тайну, да, это кто? Вот это, приехал в командировочку. Конечно, одного дня катастрофически не хватит, чтобы оценить весь потенциал этого санатория и чтобы действительно навести порядок в своем организме. Поэтому за небольшое время, которое мы будем находиться здесь, я сконцентрируюсь на процедурах, скажем, более приземленных. Мне кажется, надо расширять командировки до 20 дней. Чтобы точно передать полную палитру ощущений и эмоций. Так, ну, сейчас мы здесь заканчиваем и займемся местной гимнастикой. Поехали. Сейчас начнем нашу гимнастику пробуждения. Она построена особым образом. Здесь очень много движений и повторений, но они все небольшое количество раз, чтобы мягко, без стресса пробудиться. Хороший день, чтобы у вас получился. Начинаем. Музыка. Музыка. Музыка Поскольку это место, можно сказать, мека для людей, которые заботятся о собственном здоровье, место, где наводят генеральную уборку в организме, конечно, здесь большое внимание уделяют питанию, правильному питанию, и в куларах со мной поделились, что часть провизии, а в частности ростки выращивают прямо здесь, на территории санатория. Идем в ростковую. Музыка Смотрите, ростковое питание – это два вида. Одно то, что у нас проросточки, вот я могу показать тарелочка у нас такая питанизационная, это гречка зеленая, это ядро подсолнечника, это овес. Вот это у нас уже микрозелень люцерный, это зелень, которую вы видите вот там, это уже выращенная. Прямо здесь? Прямо здесь выращенная нагрунтит, и уже второй вид питания – это микрозелень, это горох, это вот у нас свекла, это подсолнечник, вот здесь примеры есть, кориандры. То есть ростки – это такое общее название всех растений, которые только начинают расти, собственно. Да, да, это там, где пробивается вот зародыш, да, уже в процессе гидролиза, водички, когда зернышко напитывается водичкой, пробивается, активизируются все его вещества, пробуждается жизнь, появляется проросточек. А дыхающие внутрь употребляют какой вид? И то, и это, два вида. То есть и прямо саму зелень? И саму зелень, вот это вот мы стрижем, она идет в салатики, идет к этим же вот проросткам, которые на зернышках у нас. Посмотрите на лицо этого человека, который рад максимально сильно, потому что вот оно, здоровье перед моими глазами. Итак, на обед у нас супер-райд шампиньонов, на второе – это долма, фаршированная рисом, свекла с черносливыми орешками, а также вот они, вышеупомянутые росточки. Тут вам и ядра подсолнуха, зеленая гречка, нутик и на вкусненькое коктейль из той же зеленой гречки. Ну, дорогой зритель, нет, не на десертик, а перетивчик перед обедом. Попробуем зеленую гречку и мед. Итак, все. Мы сейчас с командой обедаем и перемещаемся в следующую локацию. Спасибо этому месту за оздоровление. Оказывается, Псибай – настоящая столица маунтинбайка. В связи с чем? Ежегодно уже практически в течение 10 лет на территории нашего района проходят соревнования по маунтинбайку, горному велосипеду. Другой зритель, я думаю, это отличный повод посетить Мостовский район. Но даже если вдруг человек здесь окажется вне сезонных соревнований, но также неравнодушен к двухколесному транспорту, здесь можно просто взять велосипед и прокатиться, но может быть не по основным трассам спортивным, а по маршрутам более таким любительским. Да, по маршрутам любительским в любое время можно при договоренности с организацией, которая либо предоставляет у нас проживание, либо по договоренности можно и с группой собраться, и одиночно тоже с инструктором, либо самому проехаться. Сейчас будет проводиться здесь тренировка как раз, и мы можем посмотреть, как тренируются участники, и сами сможете попробовать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как же приятно наблюдать за профессионалами Но не менее приятно, дорогой зритель Усеться на велосипед сейчас, в начале марта Это просто идеальный сезон для велотуризма Не жарко, не холодно Птички поют, ручеек течет Просто изумительно Конечно, если вы планируете подобный вид досуга Здесь гигантское количество туристических маршрутов Помимо профессиональных трасс Но если у вас нет большого опыта Лучше, конечно же, организовывать это В месте сопровождения профессионального гида На велосипеде, который знает окрестности и трассы Потому что трассы разные, разного уровня сложности Фух! На сегодня у нас все Первый день в Мостовском районе Сейчас отправляемся к месту ночлега Который тоже обещает быть не менее красочным и интересным Спокойной ночи Идеальное условие для велопрогулок Замечательно В общем, это небезопасно Снимать себя и ехать на велосипеде Второй день В Мостовском районе мы остановились на такой вот базе В окрестностях природного памятника Белой скалы На территории Мостовского района большое количество санаторий Бас-отдых У каждого есть свои фишки Здесь, конечно, фишка, что нет в номерах телевизора Это не потому, что бюджетный вариант номеров А потому, что здесь руководство делает акцент на том, что нужно наслаждаться звуками природы Такой вот номерок Двухспальная кровать Плюс вторая комната Диванчик Весьма Большая ванная комната Доброе утро Сейчас идем гулять по территории И обогащать свой организм кислородом Какое тут удовольствие Рано утром выйти на свежий воздух Когда напротив Сосновый бор А мы знаем, как Хвойные деревья благоприятно влияют на Ох, какой аромат На легкие и на всю дыхательную систему Здесь гигантская территория у этой базы отдыха Можно гулять Часами, днями напролет Наслаждаться Свежим воздухом Здесь же также в шаговой доступности река И вышеупомянутые белые скалы Это, конечно, большое удовольствие Когда ты в номере открываешь окна И доносится шум реки И доносится шум реку Продолжение следует... Но главную изюминку, которую я для себя вывел, которую я обнаружил для себя, это лошадки. Вот здесь есть такой вот небольшой миниатюрный ипподром, здесь есть конюшня, здесь есть лошадки, поэтому второй день мы начнем с конных прогулок. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас в основном акцент идет на обучение всадников, а потом, если они изъявят желание, то уже можно выдвинуться у города. Получасовое занятие стоит 600 рублей. Если всадник первый раз в седле, то, в принципе, ему пару дней по полчаса достаточно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заток я летал вверх и слегка по наружу. Она стопала, вот так вот. Она свободная, прямая. Для чего, если поясница считывается примерно на одной для степени. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ой, вот это мое любимое упражнение. О-о-о-о-о! Ложись, я керем на спину, да. Ложись. Уверен? Ложись, я знаю. Ого! Расслабься. Расслабься. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И сейчас еще один обучающий кружочек. И мы телепортируемся в следующую локацию. Это у нас санаторий. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас имеется огромная зона прогулки, термальные бассейны с замечательной оздоравливающей водой. Но я так понимаю, это основная изюминка курорта? Основная изюминка курорта – это именно вода. Вода, которая поступает напрямую из источника, который нашли еще более 30 лет назад здесь. Он прямо здесь? Прямо здесь, прямо в этой точке, прямо под этим бассейном. Огромная зона терминкур, построенный вручную. Вот этот холм? Подождите, или что? Холм был, но все тропинки построены вручную. А, а-а-а. Каждая ступенька находится на немножко разном расстоянии. Это дополнительно тропа здоровья. Каждый шаг ты делаешь чуть больше или чуть меньше усилий. Поэтому в целостности прогулка получается очень полезная. Физкультура полезная. Да, да, да. Хорошая разминка для любого возраста. С чего вы, Борис, посоветуете начать? Вот человек, который впервые здесь оказался. Советую прогуляться по теренкуру. Длина всех тропинок составляет около двух с половиной километров в сумме. Я вот обратил внимание, наверное, на основную особенность Мостовского района. Как здесь тихо повсюду. А здесь на территории курорта так особенно. Несмотря на гигантскую территорию, несмотря на большое количество людей достаточно для начала марта. Очень тихо. Настолько тихо, что можно сосредоточиться, найти укромное местечко в этом теренкуре. Может быть здесь? Как ты думаешь? А почему бы и нет? И почитайте книжку. Ой, тяжелая работа, конечно. Действительно, глаза разбегаются. С чего начать, куда идти. Можно полежать, отдохнуть в местном спа-центре. Не сказать, что он какой-то гигантский, но со стороны выглядит весьма уютно. Надеюсь, что я здесь найду для себя пару приятных процедур. Существа. Достатик. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Водная процедура, конечно, замечательная, но немножко умной информации у нас же не только развлекательная программа, но и просветительская. В общем, термальная вода в данном СПА-комплексе характеризуется как маломинерализованная, высококремнистая. Минеральная вода хлоридно-гидрокарбонатного натриевого состава. Но я думаю, только количество умных слов говорит о том, что наверняка это очень полезно. Да, большое содержание кремния в источнике термальном, который находится под этим бассейном. Конечно, изначально вода примерно 70-80 градусов. Здесь ее разбавляют для того, чтобы она была более приятной для купания. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Конечно, если есть бассейн, мы обязаны записать здесь финальную сцену. Дорогие зрители, у меня в общем вот какие мысли. Столько информации о собственном здоровье я получал два раза в жизни. Это военкомат 10 лет назад и здесь, в Мостовском районе. Поэтому, дружище, весенний Мостовский район – это идеальное место, чтобы провести отдых с максимальной пользой для собственного организма. А еще и весной, тем более, здесь не очень много людей и отдыхать максимально комфортно. Так что, велкам на Кубань. Здесь мы и заканчиваем нашу программу. Это Али Беринг, Димка Забелин, специально на Кубань 24. Все. Я попую.